В Тверской области много семей, которые имеют отношение к армии, не меньше в нашем регионе и военных династий, в которых чтят и сохраняют преемственность поколений. В преддверии праздника наша съемочная группа побывала в одной такой семье. Наталья Чекет продолжит. В семье Сергея Сидоренко три поколения военнослужащих. Его дед воевал в Великой Отечественной и прошел всю войну. По стопам фронтовика пошел его сын Владимир, отец Сергея. Так что сомнений в том, чтобы продолжить уже сложившуюся традицию, не возникло. Еще в седьмом классе Сергей осознанно решил связать свою жизнь с военной службой. И закончив 11 классов, поступил в военную академию воздушно-космической обороны имени Жукова в Твери. Я пошел по стопам. Мне в профессии это нравится. Как говорится, помните, из кинофильма, да, есть такая профессия родину защищать. Тем более наша армия сейчас развивается очень сильно. Защита своей семьи, защита родины – это самая первая задача военнослужащего офицера. Сейчас Сергей Сидоренко продолжает свою службу в структурном подразделении военно-воздушной академии имени Жукова. А именно на базе обеспечения учебного процесса. Наша задача главная – это обеспечивать учебный процесс. Обучаем военнослужащих иностранных государств, также курсантов нашего русского факультета. У Сергея большая семья. Жена Дарьи и трое детей. Сын Олег и две лапочки дочки – Валентина и Полина. Старший Олег учится в третьем классе, Валя ходит в первый класс, а Полина еще в садике. А еще у семьи Сидоренко в доме живет кошка Буси и кролик по кличке Карамелька и аквариумные рыбки. Как поделилась с нами Дарья, быть женой офицера – это тяжелая трудная обязанность. Ведь муж все время на службе и дома его практически не бывает. «Приходится подстраиваться. Иногда его не бывает сутками дома. Ну что делать? Приходится с ним как-то мириться. Ждешь его все время со службы. Поэтому, да, это работа, к которой надо приложить усилия. Наверное, не каждая сможет выдержать такую работу». Поэтому, когда выпадает возможность, всегда стараются собраться все вместе. Общее увлечение для всех – спортивное ориентирование, которым первым начал увлекаться Олег. И потом этим заинтересовалась вся семья. И на этом поприще у них уже есть свои успехи. Кстати, занятия проходят при любой погоде. «Зимой тоже продолжается спортивное ориентирование, только на лыжах. На лыжах и бег в некоторых местах». «Независимо, это мороз или дождик, мы все равно идем на тренировки. С девочками иногда гуляем, но Валь бывает занимается. То есть, если очень ей хочется, она с ними присоединяется. Нас тренер не против. И побегать». И предстоящие выходные семья Сидоренко планирует провести на свежем воздухе. Но 23 февраля вся семья соберется за общим столом вместе с родственниками, чтобы поздравить друг друга.